Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот светущий и поющий, я и май. В этом году на поющей Кубани пели о войне. Конкурс, что неудивительно, посвятили 70-летию победы. Репертуар, признается руководитель коллектива «Голос детства», подбирали очень долго. В итоге, помимо обязательного для всех майского вальса, исполнили произведения санкт-петербургского композитора. «Плачут тюльпаны» и акапелла спели русскую народную «Ты, Россия». Традиция, которая, наверное, у всей России – это петь. Она должна существовать и продолжаться. Если дети будут петь, они будут здоровы, они будут с прекрасным настроением. Они будут любить свою родину, свою Россию. Они будут любить своих родителей. И они будут хорошо учиться. Это прежде всего. Это очень важно. Хор дисциплинирует. Многие его участники, отмечают преподаватели, заметно потянулись в учебе. Коллектив «Голос детства» состоит не только из музыкально одаренных детей или учащихся вокальных кружков. Есть здесь и двоечники, но любящие попеть и поддающиеся обучению. Вообще, 26-я школа – поющая. Здесь регулярно проводят битвы хоров среди всех классов и традиционный песенный конкурс «Звонкие голоса». Кстати, это уже вторая победа хорового коллектива 26-й школы на краевом конкурсе. В прошлом году в честь образовательного учреждения на «Поющей Кубани» защищал младший состав «Голоса детства». Главное, что они любят, они любят посещать наши занятия, они стремятся, у них есть стремление побеждать. Поэтому мы побеждаем. Когда нас начали набирать в хор, мы совсем не знали, что это такое. Но когда начали уже с каждым годом все больше петь, конечно же, у меня появились новые друзья, которых я в принципе не знала раньше, и теперь мы дружим и общаемся. Я думаю, это очень хорошее дело, это сплачивает. К слову, все награды краевого конкурса оказались в Сочи. Ученики 26-й школы стали победителями в старшей возрастной группе. Самыми поющими среди малышей оказались участники хора первой гимназии. Сейчас ребята с нетерпением ждут 2016 года, а их мечта стать и участниками всемирных хоровых игр. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.